пам-пам разбор майндтрекера под названием нейри есть компания нейри у нее есть устройство под названием майндтрекер что мне пишет клиент кто ваши лучшие клиенты программисты предприниматели от 34 лет фактически у нас покупают техно оптимисты которые любят новые технологии тревожные люди озабоченные своей психикой окей четкое позиционирование смотрим на первую картинку этому парню 27 максимум 30 то есть внешние признаки не считываются что ему от 35 ну типа мне 35 и я такой молодой человек хотя у нас очки у обоих но вот этот баба намного бодрее меня выглядит не может я конечно гоню но в целом ощущение что молодоватый чувак для первой картинки еще тут проблема с хэдбэндом сейчас объясню что то не так но давайте кто по идее были бы нормальные клиенты но по факту не нравится девайс стоит от 70 до 100 тысяч рублей вот эта вот штука еще у них наушники есть вот такие устройства лета и это стоит 70 тысяч рублей до 100 не подходят людям молодые у них нет на это денег официанты водители строители не подходят короче люди которые сидят за компьютером вот это для них не работает реклама в ю тубе все чем в общая проблема мы смотрим на промо страницу этого продукта мы имеем дело с новым продуктом новая ниша новое как бы все то есть эта штука абсолютно новая у нас должна быть намного более подробно рассказывающий об этом продукте страница там должно быть намного больше скриншотов сценариев использования намного больше демонстрации продукта всего должно быть намного больше. Эта страница небольшая для той цели, которую вы себе заявляете. Плюс еще на этой странице вы повторяете несколько раз одну и ту же картинку. Вот эту, вот эту, вот эту. Она повторяется два раза. Я, когда это пролистал, думаю, что за фигня. Если вы смотрели предыдущие разборы, например, у Елены тренировка иностранных языков, изучение, так там длиннее страница. То есть коучинг по иностранным языкам длиннее, чем мозговой этот трекер. Офигеть. То есть вас сильно вы не дожимаете по детальности. Парень не подходит по типажу, которого вы сами выбираете как типаж своего клиента. Ему не хватает лет пяти. Сейчас пройдемся дальше по визуалу и основные проблемы найдем, потом уйдем в текст. Дальше вот эта вот схема про разные частоты мозговых волн, тета-волны, альфа-волны, бета-волны, ненаглядна. И один раз это можно показать. Вы это показываете два раза, и это не место, то есть второй этаж не место пока что рисовать волны. У вас уже есть визуализации, которые вы не используете. Дальше видеоролик. В видеоролике есть хорошее решение в самом видеоролике, в видеопрезентации, но вы видеопрезентацию не продаете. Нет повода ее смотреть. То есть вот ты смотришь на эту картинку и такой, а, ну это фотка типа с девушкой. Все. То есть ты не считываешь это как видеоролик. Нужно объяснить, зачем его смотреть. Сейчас в детали уйдем. Постоянная обратная связь. Ну, типа да, вот здесь вот пошло что-то близкое к этому, но вы по смыслу это не дожали. И акцент, опять же, акцент стоит на красивом мужчине с хвостиком, с бородкой. И опять же, он, мне кажется, ему не 35 лет. То есть вы не дожимаете. У вас мужчины все, а женщины так и тем более, не дожимаются по возрасту до того, что вы хотите. То, что вы сами мне написали. Если бы вы сказали, типа, от 25 до 40, окей, да. Но вы как будто не показываете. Тут классно. Вот эту штуку я сразу захотел купить. Ну, потому что, блин, просто прикольно. Какая-то штука сидит на башке, читает твои мысли, читает твои мозговые волны. Ну, кайфец. И наушники вдобавок. Нравится такое. И вот только здесь начинается какой-то более подробный рассказ. Биологический паттерн поведения. Тебе рассказывают там всякие афы. Кто ты такой. Показывают известных людей. Вот Алексей Антонов тут привет. Всякие люди. Антон. Да, хорошо. Типа, об этом можно поговорить подробнее. Эту часть в целом убеждается. 10 минут, чтобы сконцентрироваться, успокоиться в любой ситуации. Непонятно, как это работает сейчас. Поэтому, типа, тут текста не хватает. Пока две картинки. Хотя сама вот эта картинка, я в нее верю больше. Потому что здесь мужчины, что мы считываем невербально? Часы, кольцо. То есть, есть некие невербальные признаки. Рубашечка, предприниматель, такси бизнес-класса, водитель. То есть, есть знаки, которые транслируют нужную вам аудиторию. Вот эта картинка, с ней согласен. 120% продуктивности в месяц. Вот в это я не верю. Потому что вы тут пока что плохо показали. Это необоснованное заявление. И картинка не информативная. К сожалению. Это я уже видел. В заявлении в 7 раз быстрее психотерапия. Очень сомнительная. Поэтому вызывает вопросы. Дальше всякие красивые картинки. Apple стиль. Тут всякие клевые штуки. Но вот это может быть, если бы вы раньше все хорошо объяснили. Короче, в общем виде вы не дожали рассказ. Прямо конкретно. У вас хорошая идея. Мне нравится ваш промдизайн. Я бы даже взял себе наушнички потестить. Ну или там попользоваться. Но для того, чтобы в это поверить, мне нужно было посмотреть видосы, понять. Как бы вникнуть. Вы сейчас не делаете это проще. И теперь с этим. Вот это было overview. Теперь идем в детали. MindTracker. Помогает людям бороться со стрессом, удерживать длительный фокус внимания на сложных задачах, чтобы достигать любых амбициозных целей. Звучит как нормальный продающий текст для продукта, который я уже более-менее понимаю. Ну то есть там такси бизнес-класса помогает людям больше успевать, чтобы ездить с комфортом, не уставать при перемещении со встречи на встречу. Вам нужно для начала, так как это новая штука, вам нужно ее положить на понятную полку, на понятное людям. Это что вообще? Потому что это устройство для электроэнцефалограммы. Мы все, кто, особенно после 30-ти, мы все уже проходили чекапы по головной боли, по сердцу, по сосудам. Мы все делали ЭЭГ, электроэнцефалограмму. Это, собственно, то, чем занимается ваше устройство. Но мы ЭЭГ делали один раз в больнице, а ваше устройство делает ЭЭГ постоянно. И нужно сказать, что MindTracker, ну там как, да, вот заголовок, это мобильное или переносное, или просто устройство для постоянного отслеживания активности мозга. Как аппарат ЭЭГ, только, ну там можно через тире или через двоеточие, как аппарат электроэнцефалограммы, только, я сказал кардиограммы, короче, энцефалограммы, головной, только в виде наушников или, как это, хэтбенд, как это по-вашему, повязки на голову, да, голову. И, кстати, я бы, то есть, если вы будете доделывать эту штуку, здесь нужен мужчина, который, окей, работает за компьютером, но постарше и в наушниках, потому что, ну хотя, с другой стороны, хэтбенд, понятно, что это нечто другое. Просто смотрите, тут еще в чем дело, хэтбенд, повязка выглядит фриковато, то есть, слишком хай-тек, слишком будущее. И из-за этого ощущение, что это какая-то странная вещь. А когда перед нами наушники, то такой, а, ну наушники, типа, это крутые наушники, это наушники с ЭЭГ, офигеть, типа, круто. Это устройство для постоянного отслеживания активности, как аппарат, только в виде наушников или повязки на голову. И вот теперь помогает людям, то есть, нам нужно в самом начале текста объяснить, что это, и чтобы это было на что-то похоже. И мы знаем, что аппарат ЭЭГ, он безвредный, он просто считывает твою электрическую активность. Он ничего в твой мозг не пишет, никакие там волны в тебя не пускает, он просто читает. Вот то же самое, как аппарат ЭЭГ, только в виде наушников или повязки. Помогает людям бороться со стрессом, удерживает длительный фокус. Вот эта часть мне нравится, она про людей, она про их мир. Но из-за того, что продукт новый, нельзя вот это одно оставлять. Нужно еще говорить, что за продукт. Дальше хорошо. Ну, в смысле, все остальное, тут больше ничего нет. Как майндтрекер работает? У вас тут наоборот, смотрите. Нервные клетки мозга постоянно генерируют электрические сигналы. Нет, не так. Датчики устройства считывают электрические сигналы мозга. Постоянно считывают электрические сигналы мозга. Программное обеспечение распришифровывает сигналы в понятные человеку метрики. И дальше смотрите, насколько вы напряжены или устали, какова ваша концентрация и к какому виду деятельности, к какой деятельности вы сейчас предрасположены. Тут нужно изобразить снова продукт. Вы показали здесь, например, наушники. Дальше вы показали повязку или повязку и наушники, как угодно закомпонуйте. Покажите электроды. То есть здесь мы электроды не увидим. Здесь мы электроды увидим. Давайте прям соберем это. И наша задача будет показать не вот эти волны. Как бы вот эти волны это уже ответ на вопрос а как именно вы это считаете и вот туда. Наша задача показать то, что у вас на этом видеоролике, когда мне приложение говорит ты в стрессе, ты в креативном потоке, ты там в чем-то, в чем-то еще. Вот это мы сейчас с вами соберем. То есть вот это нам не надо. И вместо вот этого текста мы возьмем вот то, что я вам сейчас написал. Ну мне не нравится, как майнтрекер работает. Мне больше нравится, как работает майнтрекер. Но это как бы ерунда. Пожалуйста, можно и так. Если хотите. То есть вот тот текст, который я вам сейчас написал на том экране. А теперь смотрите. Нам здесь нужно изображение, где будут видны электроды. Мне нравятся наушники. Я, честно говоря, бы их больше использовал. И здесь, например, можно... Ну и там куда-то найдете место, куда это поставить. И тут подпишите. Пассивные или активные. Ну какие у вас, да? Сухие электроды. Мониторят активность мозга. Все время. Типа того. Ну и там хотите какую-нибудь белую линию нарисуйте, если вам нужно. Но тут мне не нравится вот это. Как-то надо, видимо, может быть, вот это место выделить. И типа отсюда-сюда, что ли. Ну, короче, придумайте. Вот какое-то должно быть. Такое, что вот смотри, вот ты на это смотришь. Шнейли, это вот эта часть. Остальное наушники. Да, нормально. И теперь самое главное. Ребята, что вы упустили, когда вы делали это? Вы это показали в видео, вы это не показали на промо-странице. Сейчас показываю. Вот она надела. Вот. Wow, your FPS is. Нужно здесь показать вот эти вот картинки. Раз. Контролируйте в реальном времени. Сейчас будет вот-вот-вот. Когнитивный скор. То есть вот то, что у вас в видео. Ну, вы сделаете это нормально, чтобы это ровненько было, чтобы не в перспективе. И вот, вот это мне очень понравилось. Сейчас. During state. Вот оно. У меня уже не помещается здесь. Вы найдете, как это закомпоновать. Ну, смотрите. Вы это делаете. И под этими скринами вы подписываете, каков ваш тип там чего-то. Узнаете, какая деятельность вам больше подходит в зависимости от того и сего. Это очень хороший оффер. Ну, мне кажется. То есть это одна из вещей, по которой... Почему я бы это купил? Ну, типа, мне... Чтобы я лучше понимать себя. Какие задачи мне подходят. Когда я там возбуждаюсь. Когда что. Вот это. Потом. Как проходит ваш день. Ловите моменты, когда ваш мозг там сопротивляется, что-то не может и т.д. и т.п. И потом вы говорите, например, пум-пум-пум, как проходит ваш день. Ловить. А, ну, кстати, можно здесь написать. Ловите, анализируйте, узнавайте себя лучше. Если в течение дня у вас были моменты стресса и там чего-то, чего-то, трекер покажет это. И вот, например, вот это мне понравилось. Вот это место. С 11 строка на строка у тебя был стресс. Прямо нужно это выделить. То есть у вас здесь как-то... Сам догадайся, что это стресс. Вот не хватает здесь какого-то выделить, чтобы было понятно, на что мне смотреть. Я такой... О! Когда я это увидел на видео, у меня в голове щелкнуло готовность это купить. Я такой... О! Классно! Я смогу носить нормальные наушники во время работы. Меня никто не будет отвлекать. А также я буду знать, когда меня кто-то задолбал. На зуме, когда мне плохо, мне хорошо. Вот что-то такое. И вот это здесь очень-очень-очень не хватает. Может быть, вы это сделаете более расслабленно. Тут довольно сейчас плотненько все. Может быть, вы, например, картинку с наушничками... Отстань. Может быть, вы картинку с наушничками поставите выше. Не исключено. То есть я не говорю, что именно в таком порядке. Может и вот так. Вот так. Ну и, соответственно, это вот сюда. Ну и там куда-нибудь эту палку поставите. Может быть, вот так сюда. Ну, короче, можно сверху вниз-то поставить. Вот как я сейчас сделал. Конечно, это перебор по плотности. Но ваша задача как бы последовательно показать. Смотри, вот устройство. Оно работает за счет вот этих электродов. Они мониторят твою активность все время. Потом текст. А потом примеры этого на экране. Критически важно, чтобы вот то, что у вас было здесь видеоролики разложить на. Дальше. Постоянная обратная связь. Это помогает нам вернуть в вашу сознание в текущий момент. Вместо того, чтобы волноваться о прошлого или будущего. В принципе, вот здесь ничего. Но за время выучить лучше понимать себя. Давайте вот, чтобы этот текст стал более понятным, нам нужно сделать с вами одно упражнение. Смотрите. Почему этот текст непонятен с первого взгляда? Потому что у вас подлежащая постоянная обратная связь о психоэмоциональном состоянии. Что она делает? Помогает вернуть ваше состояние в текущий момент. А нужно сделать так. В течение дня вы можете испытывать стресс, напряжение, что-то еще и что-то еще. Часто мы этого не замечаем. Начаем и работаем несмотря на это напряжение. Ну, давайте стресс или напряжение. Давайте так прям настоящий текст напишем. Часто мы этого не замечаем и работаем несмотря на стресс. Из-за этого работа получается хуже. Мы менее эффективны в переговорах и менее сосредоточены. Представьте. Я прям не посетился бы к слову представьте. Это такой как бы из гипнотических текстов прием. Но он хороший в данном случае. Представьте, что как только ваш мозг перешел в состоянии стресса наша система там типа трекер сообщит вам об этом и предложит упражнение для успокоения. Три минуты занятий и вы сможете вернуться к делам намного более эффективно. И дальше со временем вы научитесь лучше понимать себя и свое состояние. Третий абзац. Вот. Примерно так можно этот текст сделать. Ключевое здесь что мы разворачиваем этот текст вы испытываете стресс и напряжение вы этого не замечаете ну или там вы можете этого не замечать и работать несмотря на можете на мы мы испытываем можете на вы вы испытываете и так и так будет норм. Главное чтобы здесь было про что-то что человек сможет в голове вспомнить а вы говорите постоянная обратная связь о психоэмоциональном состоянии это абстракция она людям непонятна пока потому что продукт новый непонятный промдизайн ничего мне нравится в целом и вот здесь к этой картинке нужна подпись вот здесь нужно написать и кстати можно даже приколоться здесь сделать довольно хорошо профиль человека который созеточенно работал но столкнулся с проблемой почти предельное напряжение и максимум стоит что стоит сделать паузу паузу двоеточие в таком состоянии тяжело принимать рациональные решения возможно возможно вы захотите сделать несколько таких слайдов с когнитивным скором своим и показать разных людей может быть это один тот же человек но у него будет собран сосредоточенный потом он более расслабленный в разных ситуациях может быть он на зуме может быть он в машине то есть может быть вам нужно несколько таких экранов которые показывают разные когнитивные скор вы как бы бросили это и типа на сам разбирайся что означают вот эти ползунки это not good вот надо здесь немножко помочь человеку два форм-фактора здесь все хорошо и тут четыре канала и тут четыре канала работа с ритмами мозга тут все нормально mind tracker вам не нужно кстати вот эти вот штуки на каждом этаже вы можете сделать один раз в конце потому что продукт новый продукт сложный продукт дорогой и не нужно постоянно людям бросать иди закажи иди закажи иди закажи люди знают что кнопка заказа она находится в конце поэтому спокойно можете поставить один раз в самом конце ну а дальше вы уже говорите про IAF частота альфа активности генетическая враждебная способность определяющая поведенческий паттерн человека определяет расположенность тем или иным социальным ролям креатор менеджер да хорошо тут симпатично все классно люди но знаете что можно сделать вот вы говорите Алексей Антонов 10.2 герца он кто он гик менеджер креатор он кто Евгений Савицкий он кто Александр Панов он кто с точки зрения вот этих вот вещей это сейчас не очевидно и хочется чтобы это было типа окей я герцовку вижу а я понял я понял вы наверное имеете ввиду что типа вот я здесь смотрю Алексея Антонова и вижу 10.2 а ты типа больше менеджер чем креатор а вот этот он больше гик о Андросов привет он больше гик чем там креатор чем менеджер ну например ну вот дайте сюда эти теги покажите вот это вот гик а вот это креатор а вот это менеджер ну вот как-то так 10 минут чтобы концентрироваться и успокоиться в любой ситуации вот здесь нужно написать сопроводительный текст вспомогательный что-то вроде есть в приложении есть режим тренировки альфа-ритма она отслеживает ваше текущее состояние дает вам специальные упражнения в котором вы приводите себя в готовность для дальнейших переговоров общений и так далее и так далее и так далее то есть напишите это словами потому что сейчас непонятно что здесь происходит картинка понятна тренировка альфа-волн вот здесь написано тренировка со 35 сетей по 6 минут похожа на медитацию а не вот это здесь как бы часть интерфейса как будто бы а не подпись к этой картинке здесь нужно это подписать отдельно и более подробно что если вы хотите чаще находиться в альфа-состоянии когда вы максимально сосредоточены вам нужно тренировать свой мозг для этого и нейри помогает наш трекер помогает это сделать он даст вам 25 сессий тренировок по 6 минут будет следить за вашим прогрессом как меняются ваши мозговые волны научит вас вводить себя в это состояние для этого вам потребуется 3 недели например с использованием браслета трекера 120% продуктивности я бы не использовал вообще эта иллюстрация не информативная я бы сделал здесь просто ответ на вопрос зачем использовать трекер и дальше ответы на вопрос повысить продуктивность снизить тревожность лучше узнать себя и там все что-то еще какие-то сценарии вы придумаете и под каждую из этих тезисов поставить скриншот вашего приложения ну там как я обычно показывают такие вещи там зачем вопрос и тут вы говорите например лучше узнать себя и тут там три скрина про тебя опять можно вот скрины вот эти можно спокойно повторять тут какие-то графики про тебя и здесь вы пишете объясняете за там типа 4 недели использования трекера вы узнаете когда у вас пики активности когда ваш мозг работает когда нет какие задачи вам лучше всего даются а какие нет вы сможете понимать в каких областях вы наиболее эффективны и как этим пользоваться дальше и регулярное ношение нейри позволит вам выявить изменения этих паттернов когда какая-то работа вам надоест станет мне неинтересной и так далее и так далее вот это повторяете потом так же заголовок скрины объясняющий спокойный текст вы сейчас как будто бы экономите объясняющий текст это не очень хорошо в 7 раз быстрее психотерапии ну вот это объяснение мне вызывает очень большие смысловые вопросы потому что психотерапия работает с когнитивными штуками с когнитивными с поведенческими с навыками и так далее а вы здесь работаете с биохимбиоэлектрическими вещами и ну в каком-то смысле с медитацией не согласен с этим по смыслу в чем проблема когда вы говорите что это быстрее психотерапии вы как бы противопоставляете себя чему-то и вы включаетесь в гонку сравнивая себя с этим вы заставляете человека начать про это думать а тот кто ходит к психотерапевту он такой блин но это мне очень помогает мне очень с этим было там хорошо я чувствую в этом пользу вы говорите нет чувак это фигня вот эта вся эта психотерапия это ерунда ты тратишь время а вот наша штука лучше и я же понимаю что ваша штука электроэнцефалограмма она не лучшее общение с психотерапевтом я это знаю и вы как бы сталкиваете меня со своим вот этим со своим этим тезисом спорите не имея возможности в интерактивном режиме это объяснить это слабый тезис самый слабый тезис пока что у вас то есть про познание себя про тренировку альфа волн про информирование про уведомление что ты в стрессе это да это зашибись а вот это самое слабое и вы еще повторяете старую картинку ну дальше все окей ну правда повторение много чего повторяется да но в целом такой Apple стиль вообще нормально всем вот это не нужно я только что это видел и вы мне это повторяете в виде такого тезиса с которым я еще не согласен ну то есть так себе идея блин ну и теперь в конце да покупка здесь может быть новости согласен да интервью основателям мозг будущего прикольно массовые продажи устройств слушайте ну я возьму наушнички наверное а что вот вам мешало а вы взяли фотошоп наверное приклеили в фотошопе эту картинку потому что я видел эту картинку с наушниками а там была другая там он расслаблялся ну ладно ну прикольно мне нравится как куда нести бабки давайте вашу процедуру посмотрим старт ух ты ё-моё так нет ну это фигня вы чё ребята надо написать текстом колобку вы с ума сошли смотреть колобок какого-то мужика которого я не знаю я просто заинтересовался вашим продуктом и тут вот вот это вдруг не-не-не-не-не надо ну текстом продублировать типа я тебя не знаю я тебя не не ждал не звал я наушнички хотел с электроэнцефалограммой ты кто вот это меня немножко это смутило чем ты занимаешься редактор я сколько тебе лет 36 будет мне скоро ну кстати вот это на какую электронную почту прислать приглашение вот на эту кстати вы можете всегда мне написать на эту почту я её один читаю и если интересно отвечаю если у тебя особые условия промокод веди его прямо сейчас не давайте уже девайс всё записали и так это панов но это кстати прикольно то что вы всё записали и предлагаете пойти к панову на канал это хорошая тема мне нравится и мне понравилось что вы говорите мы разрабатываем сложную технологию невозможно поэтому иди подпишись всё это прикольно дописали расскажем про продуктивность слушайте ну прям да прикольно вот этот сценарий прям клёвый что ты пошёл оставлять заявку и с тобой начинают прям работать рассказывать тебе обрабатывать тебя строить какие-то ожидания мне вот это нравится я не знал что мы сюда зайдём но мне прикольно но с каждого за 20 минут работ слушайте вот это клёвый контент это нужно рассказывать на сайте хотя бы частично я частично это пытался сделать я не знал что это будет я пытался это рассказать а вы это уже рассказываете в своём телеграм боте ну делайте это ну например и что дальше короче вот не хватает вот этого рассказа довольно подробного не хватает на самой странице такое ощущение что вы здесь поработали лучше чем на промке на той странице что мы сейчас разбирали психика заставляет работать когда мозг не в состоянии девайс отслеживает и сейчас ты вопрос задаешь короче нормально вот эта часть прям мне нравится я замечаю усталость с небольшим опозданием беспокойствие мысли классно задержка потом дают время прочитать и потом прям нормас нормас вот эта тема мне очень нравится уже очень хочется купить потому что что вы мне много рассказали но вы рассказали здесь а я хотел что вы мне рассказали это здесь так что вот давайте докрутите тут реально фигня осталась вы сейчас чуть-чуть докидайте сюда контента мужиков обновите чтобы они были чуть постарше и будет пусечка мусечка будущее раша нейротрекинг вообще мега тема поздравляю красавцы мне нравится прям вообще я кайфанул большое вам спасибо 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 спасибо